Это не озеро, это океан. Такими словами, заканчивается сюжетная линия в игре Alan Wake, которая считается самым главным проектом в портфолио финской студии Remade. Оригинальный релиз ее состоялся в 2010 году. Ремастер для современных консолей увидел свет относительно недавно, в 2021 году, и сразу за ним последовал анонс второй части, выход который назначен на 2023 год. Ну а что же сама игра? Могут ли финальные слова Алана быть применены к самой игре? Об этом я и хочу поговорить в данном видео обзоре. Alan Wake — это мистическая история о писателе, чье творение оборачивается против него самого после того, как он за женой пребывает в Bright Falls. Городок, где с наступлением ночи тьма подчиняет своей воле все, чего только ей удается коснуться. И как не сложно догадаться, тьма коснулась и Алана. Подача сюжета и его структура очень напоминает проект кинематографа. Игра разбита на главы, каждая из которых начинается с заставки в предыдущих сериях и заканчивается титрами под музыкальную композицию. Все это очень напоминает эпизоды телевизионных сериалов. При этом, фактически в каждом эпизоде есть отсылка на какой-нибудь кинофильм или книгу. К примеру, в самом первом есть отсылка на художественный фильм Стэнли Кубрика «Сияние» под наименному роману Стивена Кинга. Alan Wake — это приключенческий экшен от третьего лица с элементами хоррора. На протяжении всей игры мы управляем Аланом, которого проводим через сюжет от точки А до точки Б. Никаких закадок и пазлов в игре нет. Но есть различные собирательные предметы и находки по типу телевизоров и радиоприемников. Первые позволяют смотреть эпизоды телешоу Night Springs, что является явной отсылкой на сериал «Сумеречная зона». Вторые дают прослушать программу местной радиостанции, на которой запускают различные музыкальные треки. Благодаря этому элементу геймплея мы раскрываем перед собой культуру города и узнаем о происходящих в нем событиях. Основной же геймплей я бы разделила на две части. В одной из которых мы движемся по сюжету в светлых секциях без каких-либо опасностей и с возможностями взаимодействовать с дружественными персонажами и окружением. И на темные секции, в которых Аллан борется за свою жизнь против темных сущностей. Темные сущности представляют собой врагов, различных видов. Это могут быть как люди, так и неодушевленные предметы, вроде бочек, ящиков, автомобилей и так далее. Каждая темная сущность имеет оболочку, которая защищает ее фактически от любого физического воздействия со стороны Аллана. Поэтому, чтобы победить, сначала нужно лишить врага этой оболочки. И достигается это несколькими способами. Для этого Аллан может использовать фонарь, фалешфе, световые гранаты, а также любые другие стационарные источники света. После того, как враг лишится защитной оболочки, Аллан способен нанести ему урон. Для этого в игре есть различные виды огнестрельного оружия, такие как револьвер, охотничье ружье, несколько видов дробовиков, а также сигнальный пистолет. В целом, это все, что касается геймплея, и это, пожалуй, самый главный минус в игре, который очень сильно ее ограничивает и стесняет. Поэтому, спустя несколько часов таких однотипных действий, игрок может, откровенно говоря, заскучать. Но Remedy постарались максимально размешать светлые и темные секции между собой, поэтому начать эпизод мы можем на двух ногах в темном лесу, отбиваясь от темных сущностей, а закончить его на четырех колесах, бороздя просторы Bright Falls. Да, все верно, в игре есть возможность ездить на автомобиле в определенные моменты. Графика в игре претерпела несколько существенных изменений в сравнении с оригинальным релизом. В первую очередь были перерисованы все модели игровых персонажей, так, к примеру, Алан стал больше похож на себя самого из кинематографических вставок. Многие объекты также стали выглядеть четче, освещение и тени стали выглядеть более реалистично. То же самое, касается и растительности. Работает игра в 60 кадрах при динамическом разрешении до 4К. Музыкальное сопровождение может похвастаться лицензированными треками от таких ключевых музыкальных фигур, как Ро и Орбисон. Сам же игровой саундтрек, написанный Петри Аланко, тоже выдался достаточно запоминающимся. В игре присутствует русский язык, все субтитры, записи и надписи переведены, а звучка, к сожалению, отсутствует. Занимает игра около 28 гигабайт свободного пространства на накопителе. Разработчики достаточно достойно поработали над тактильной обдачей и триггерным эффектом версии для PlayStation 5. Стоимость ремастера на момент релиза составляла на 1789 рублей в цифровом магазине PlayStation, который, к сожалению, в настоящее время для нашей страны закрыт. Физическое издание также есть, но найти его по более-менее приемлемой цене в настоящее время достаточно проблематично. Хочется добавить, что игра вышла в обновленном виде со всеми имеющимися дополнениями, среди которых сюжетный сигнал и писатель. На мой взгляд, они выдались не самыми удачными, так как фактически не продвигают сюжет, хоть и раскрывают некоторые его аспекты. Мне кажется, такие дополнения больше предназначены для тех, кому было мало основных приключений. Так применимы ли финальные слова Аллана к самой игре? Я думаю, что нет. Так как обладая уникальной, глубокой и интересной историей, игра сама себя заковывает в цепи своим однобоким геймплеем, который не дает ей по-настоящему раскрыться, превращая лишь в озеро. Но так или иначе, ремастер Аллан Уэйк – это хорошая возможность ознакомиться с игрой тем, кто пропустил оригинал на момент его релиза, а также идеальный вариант для тех, кто хочет освежить воспоминания перед выходом второй части, которая обещает закинуть Аллана еще глубже в пучину тьмы. И быть может, там мы получим тот самый океан.